В составе рейдовой группы специалисты управления по делам несовершеннолетних, соцзащиты, органов опеки, а также полицейские и инспекторы противопожарной безопасности. Такие профилактические мероприятия проводятся с 1 декабря. За месяц комиссии необходимо посетить более 180 семей, нуждающихся в особом внимании. На первом месте – безопасность в доме. Чтобы праздник не омрачил пожар из-за неисправных отопительных приборов или неправильного обращения с бенгальскими огнями, с родителями проводят инструктаж пожарные инспекторы. В первую очередь хочу напомнить, что в преддверии новогодних праздников и рождественских также обращать внимание на неоставление электропроводки без присмотра, также электрооборудование различное, приобретение пиротехнической продукции только в специализированных магазинах. Это мы в курсе, конечно. Да, также не допускайте курения в помещениях, если таковы и есть. В день специалисты посещают до 9 семей, смотрят, чем отапливается помещение, оценивают исправность проводки. Сделать все возможное, чтобы праздники для всех анапчан прошли без происшествий – задача главы города. Также Юрий Поляков отметил, усиленный контроль за безопасностью должен осуществляться не только перед новогодними праздниками, но и на протяжении всех 10 выходных. Мы активно очень ходим и в наши новогодние рождественские праздники, это январь месяц, потому что понимаем, что в эти дни наиболее активно нам нужно взаимодействовать, чтобы не упустить наших детей, эти семьи, отдельной категории семей, в которых эти дети находятся. Говорим о том, что нужно быть бдительным не только по отношению к этим семьям, но и соседям, чтобы они тоже понимали, что если это сельский округ, то все очень близко, они друг друга знают и могут прийти быстрее, чем службы с работав на опережение. Вот таким образом, превентивно мы оберегаем наших детей, наши семьи от каких-то нежелательных последствий, которые, возможно, будут наступать с приходом зимнего отопительного сезона.